Сегодня в Истринском муниципальном образовательном учреждении СОЖ-2 состоялась встреча Владимира Вшивцева с учениками. Это мероприятие было организовано при поддержке Истринского отделения Молодой гвардии «Единой России» совместно с директором школы. Если называть все регалии Владимира Сергеевича, то перечислять их придется очень долго. Список его достижений еще длиннее. Во время боевых действий в Афганистане он потерял зрение. После этого пройти пришлось через многое. И сегодня депутат Госдумы общается со школьниками. Вы понимаете, независимо от всех ситуаций, которые бы ни происходили с человеком, может быть, на своем собственном примере нужно показывать молодежи, что не бывает безвыходных ситуаций. Что любая проблема, которая может возникнуть, не дай бог, если она возникает, с ней не надо мириться. С этой проблемой нужно просто бороться и решать те вопросы, которые стоят перед собой. В 1987 году во время одной из крупных боевых операций на территории Афганистана он был тяжело ранен в бою, в результате чего полностью ослеп. Во многом вернуться к полноценной жизни Владимиру Сергеевичу помог спорт. Уже через полгода после начала занятий по плаванию он становится чемпионом СССР по плаванию среди незрячих, а впоследствии двукратным чемпионом мира. В 1999 году его избирают депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации. На мой взгляд, все люди одинаковые. Их разделяет только та черта, которую нужно перешагнуть. И порой вот эта неуверенность, а смогу ли я, а вдруг что-то получится. Надо отбрасывать просто и двигаться вперед. Но во время сегодняшнего общения депутат обсуждал с ребятами еще и такие серьезные темы, как политика, патриотическое воспитание и любовь к родине. Американцы преследуют только свои цели. Может быть, это и правильно, с одной стороны. Мы пытаемся оказать всем помощь и поддержку, а американцы работают только на себе. Это должно быть понятно. Но, с другой стороны, такая политика не должна приводить к тому, что гибнут сотни тысяч, а то и миллионы людей в различных регионах. Почему? Потому что это уже захватическая политика. То есть люди пытаются определить себя формой мирового господства. Для организаторов цель этого мероприятия – это вопрос самореализации подрастающего поколения. Основная и главная цель – это патриотическое воспитание, конечно, подрастающего поколения, школьников. То есть пытались совместить теоретические знания, которые они получают, как истойное общественное знание, право, вот с практикой. То есть разговоры живые, запутанные государственные думы. Мы затронулись разные темы. Это и из Морождества, это и из личной жизни, Валерий Сергеевич, это и война в Афганистане. Я считаю, что это положительно для наших детей. Встреча прошла замечательно. Ребята общались очень активно, легко вели диалог и задавали много вопросов. Безусловно, что такой яркий пример того, как человек, поставив перед собой цель, достигает ее, несмотря ни на что, оставил неизгладимое впечатление в душах ребят. Фрида Кочеткова, Максим Барышев из Транет-ТВ.